Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые дамы и господа, сегодня в Дели проходит первая всемирная алмазная конференция. Она первая, ну а я, разумеется, вообще в первый раз на мероприятиях подобного рода. И, честно говоря, когда посмотрел в зал, после того, как пришёл сюда, несколько удивился. Потому что единственный человек, который так или иначе, на первый взгляд, связан с производством алмазов и производством бриллиантов, это наша замечательная ведущая. Все остальные как-то скромно одеты для людей, которые занимаются бриллиантами. Но отрасль, безусловно, очень важная для многих стран, и для Индии, и для России. Индия издревле славилась своими ювелирами, искусными мастерами огранки алмазов. Их изделия всегда высоко ценились во всём мире. С Индией связаны и одни из самых знаменитых в истории нашей страны и в истории России бриллианты. Это бриллиант под именем Орлов, украсивший императорский скипетр нашей императрицы Екатерины Великой, и бриллиант Шах, подаренный когда-то императору Николаю Первому, правителем Персии. Эти камни индийского происхождения – настоящая гордость российского алмазного фонда в Кремле. И сегодня Индия сохраняет за собой статус крупнейшего изготовителя бриллиантов. На её долю приходится более 65, как мы слышали, процентов ежегодного мирового производства этих драгоценных камней. В России также уделяют серьёзное внимание развитию алмазодобывающей отрасли. Мы обладаем крупнейшими, уникальными запасами алмазного сырья. Их совокупный объём, по текущим оценкам, составляет более миллиарда карат. Мы занимаем уверенно первое место в мире по этому показателю. Особо отмечу, что Россия всегда ответственно подходит к вопросам регулирования международного бизнеса в этой сфере. Добивается максимальной открытости сотрудничества, в том числе в рамках кимберлийского процесса. Компания «Алроса», российская компания «Алроса», на долю которой приходится 99% алмазодобычи в России, обеспечивает до четверти всего мирового экспорта необработанных алмазов. Надо сказать, что и другие наши российские компании также включаются в эту работу, в том числе абсолютно частные компании. Они вкладывают уже очень солидные ресурсы в свои крупные проекты. Почти 50% поставок российского сырья приходится на Индию или на контролируемые индийским капиталом компании. С учётом таких солидных объёмов алмазных сделок желательно продумать и вопрос о формировании более продвинутых схем взаимодействия и о налаживании тесной кооперации между странами. В том числе мы приглашаем наших уважаемых коллег для работы в области огранки на территории Российской Федерации. Мы с господином Моди подробно обсудили эти вопросы, дали указание заинтересованным госструктурам максимально повысить отдачу от алмазного бизнеса для наших государств. Соответственно, ориентируем и деловые круги. Для более эффективного сотрудничества нужно создавать благоприятные условия, создавать административные и таможенные процедуры, улучшать эти процедуры, создавать более благоприятные возможности, повышать уровень безопасности. Настроены в этом плане на совместную и результативную работу. Уважаемые друзья, Международная алмазная конференция привлекает к себе огромный интерес. Уверен, проведение такого представительного форума станет хорошей традицией. Позвольте пожелать всем участникам плодотворной работы и всего самого-самого доброго. Благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова